Сегодня расскажу вам про учебники итальянского языка, которые можно приобрести в наших магазинах, то есть они будут русскоязычные. Передо мной вот полка, сейчас я буду с нее доставать разные-разные учебники и вам про них рассказывать. Итак, Ершова. Вот такой вот книгой, называется Corso pratico di italiano. Она вышла недавно, недавно это в прошлом-позапрошлом году. Она такая очень хорошая, мне нравится, что она стоит 400 рублей на такой бумаге, на серенькой, но это очень хорошо, потому что на ней не жалко будет писать. Здесь есть как теория, так и много очень упражнений. Наличие большого количества упражнений — это большой плюс для книг, тем более, как я уже сказала, такая вот мягкая, очень удобно ее с собой брать. И обычно на лето я студентам даю всегда какие-то задания, типа взять какой-то самоучитель и пройти его, сделать все задания. Потому что сколько бы вы не учили язык, сколько бы вы им не занимались, освежать свои знания с самого начала очень полезно, потому что одна из самых больших ошибок является то, что мы думаем, что мы уже, допустим, тему артиклей прошли, мы уже на третьем курсе или мы уже учим итальянский третий язык, третий год, и не уделяем этому внимания. Но на самом деле в разных книжках, и почему я советую регулярно брать какие-то другие самоучители, потому что у каждого автора есть свое видение, свое чувство юмора, как, например, Томазо Буэно. Здесь эта книжка Томазо Буэно и Грушевская. Вот такую вот книгу я задала первому курсу на лето. Мы закончили первый курс, и здесь она такая, смотрите, большая. Это самоучитель, она с ответами. В принципе, все, что есть, все самоучители, они очень здорово подойдут, потому что вы сможете тут же себя проверить, тут же все себе объяснить, посмотрев ответы. Томазо Буэно обладает неповторимым чувством юмора. Это итальянец, он преподает уже больше двадцати лет в Москве и регулярно выпускает какие-нибудь самоучители, сборники упражнений. Вот, например, такое с Грушевской. Вот такие у него чисто. Его книги, они вот так вот выглядят. Парлиамо Итальяно. Здесь различные собранные темы с миллионом тоже заданий, что очень здорово, что, допустим, если тема на одну страничку, там задание будет на пять страниц, и все образовано таким образом, что вы сможете закрепить всю лексику. Еще две книги его нашла, вот такие вот. Это 20 уроков с упражнениями. Тоже текст, и под ним разные упражнения. Это Томазо Буэно. Полный курс итальянского языка Шевлякова. Опять же, Томазо Буэно. В принципе, он такой очень плодовитый автор. Еще что я могу вам посоветовать. Это Киселев, новейший самоучитель с аудиокурсом. Все, причем вот эта книга, 400, например, рублей, да, тоже. Они не на очень красивой бумаге, что отличает наши книги русско-печатные, издательские тем, что они, естественно, выглядят достаточно просто, без картинок, без всего, в отличие от, допустим, итальянских книг, да, итальянских учебников, где там много картинок, они все такие красивые, но здесь вот сурово и по делу. Дальше итальянская грамматика. Вот такая книжка стоит всего 116 рублей. Если вы решили что-то повторить, то такие маленькие экземпляры тоже вам очень подойдут, потому что вы сможете сразу освежить свои знания, посмотреть, как спрягаются глаголы, как все согласуется и так далее. Еще одна интересная книжка, по которой мы занимались в университете, это уже с третьим курсом Argumenti di conversazione, это уровень A2B2. Здесь собраны различные темы разговорные по итальянскому языку и супер богатый словарный запас у вас будет, если вы воспользуетесь словами, которые даны после каждой темы. Очень хорошие темы, поэтому Argumenti di conversazione, мне очень нравится эта книга. Еще что я хочу сказать про Buino, вот этот вот практикум Esercizi per la lingua parlata, это тоже Tomazu Beno, вот здесь вот упражнения у нас самые известные, это вот эти с точками, здесь просто просто упражнения, они тоже с ответами, вы можете себя проверить по ним, по любой теме, кроме Passato Rimotto, потому что Tomazu Beno не считает, что Passato Rimotto у нас современный итальянский язык. Также интересные такие книги типа «Итальянский за один месяц, базовый курс». Если вам нужно срочно что-то освежить, то тоже вам они подойдут, различные таблицы, различные упражнения. В принципе, не верю, что можно выучить какой-то язык полностью самостоятельно, если у вас нет какой-то базы, если у вас есть какая-то база, вы уже изучили другой язык, то, конечно же, вы сможете одолеть любой другой. Но если такого нет, за вами не водится, то изучать язык самостоятельно очень сложно. Но если что-то повторить, если что-то вы хотите освежить в памяти, то вот эти все самоучители, объяснение грамматики — это будет супер-супер-супер, всё-всё, что может вам помочь. Также, смотрите, есть рыжак. Вообще рыжаки — это у нас кто из рыжаков? Это Елена Александровна. Рыжак — итальянский язык для новичков. Тоже есть грамматика, тоже есть упражнения. Вообще рыжаки — это тоже очень плодовитые авторы, очень классные у них учебники. Вот эта книжка стоит всего 300 рублей. Она лёгкая, маленькие диалоги, задания. К сожалению, здесь вот нету, давно уже исчезли из продажи книги, в такой жёлтой обложке они были по всем языкам немецкого издательства, итальянский за 30 дней. Вот они мне очень сильно нравятся, если где-то вы их найдёте в интернете, это будет тоже очень здорово. Что я вам ещё хочу рассказать, показать? Петрова, наверное, тоже — это супер-классический автор. Итальянский язык для начинающих, но уже более такого хардкорного варианта, потому что здесь не уси-пуси, а более серьёзные вещи. Естественно, разные есть разговорники. Разговорники нам помогут, когда мы едем, экстренно нужно что-то в Италии сказать. Естественно, что разговорник не даст вам понимания того, как всё устроено, но что-то там стоит они недорого. Это 200 стоит всего рублей, он цветной. Но пару слов сказать вы точно сможете, и это самое главное. То есть я даже не думаю, что нужно какой-то супер-большой разговорник с собой брать. Просто вот видите, тут на обложке уже написано всё, что вам понадобится. И вот так, вплетая несколько слов в ваш язык, к себе вы почувствуете интерес итальянцев. Вот такие вот книги, которые вы можете купить, освежить свои знания. Если у вас сейчас какая-то пауза в изучении языка, или вы думаете, где бы что-то взять, то пользуйтесь учебниками, самоучителями. Ни в коем случае не пропускайте те главы, те параграфы, те темы, которые вам кажется, что вы знаете. Так как повторение — самая лучшая техника, методика для того, чтобы что-то отшлифовать, что-то дополнить свои знания. Потому что я уверена, что читая разных авторов, про которых я сегодня рассказывала, они приводят разные примеры. Вы узнаете новые слова, вы узнаете новые какие-то случаи, потому что кто-то делает акцент на одно, кто-то на другое. В любом случае, каждый из них заслуживает вашего внимания. Учите итальянский, повторите итальянский, не забывайте его. Чао!